Здравствуйте! В эфире новости. В студии Яна Баймбетова и в начале выпуска коротко о его главных темах. Разговор без посредника Валерий Лимаренко провел встречу с жителями Березняков. Подскажите, для чего нужно это оборудование? Это оборудование нужно для того, чтобы отсортировать самцов от самок. Сельд в районы рыбодобывающие предприятия села Озерского увеличивает объемы производства. Предположительно, что солдат был похоронен сразу же после боя, либо время боя. Погиб при освобождении. Сахалинские поисковики нашли в Хомском районе останки советского бойца. Вот это секретарша, да. А почему? Потому что рот на замке. Предмет как произведение искусства. Странные художники пробуют себя в необычных жанрах. Водрости хватает, заряда хватает. Спортивное долголетие. В Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап спартакиады пенсионеров России. Первая репетиция парада, посвященного Дню Победы, прошла в областном центре. В ней приняли участие военнослужащие 68-го армейского корпуса, а также сотрудники пограничного управления ФСБ России, кадеты МЧС и юно-армейцы. Отдельная коробка полностью состояла из представительниц прекрасного пола, которые заслужили похвалу руководства за слаженный шаг. Когда мы это все делаем офицерским составом, это куда более почетно. Ты уже более осознанно подходишь к выбору, сделанному с тобой когда-то в более раннем возрасте. Поэтому, конечно, здесь уже более патриотично, и ты это делаешь с удовольствием и с душой. Участники будущего парада прошли несколько раз по площади Победы. Каждый военнослужащий или кадет должен быть частью единого строя. Технику во время репетиции пока решили не использовать. Она будет задействована уже позже, во время генеральных тренировок. Напомню, парад, посвященный 77-й годовщине Великой Победы, пройдет 9 мая в 10 часов по местному времени. В Березняках отремонтируют дорогу и откроют аптеку. Проблемы озвучили жители села на встрече с губернатором Валерием Лемаренко. Общение проходило в местном Доме культуры. Сельчане также задали вопросы руководителям островных ведомств. Главные темы, которые волновали собравшихся – газификация, благоустройство и уличный ремонт. Кристина Ким с подробностями. Встречу с жителями глава региона провел в привычном формате лицом к лицу. Не помешала даже полученная накануне травма ноги. Впрочем, не только это отличает беседу в Березняках, но и отсутствие жалоб на медицину. Министр здравоохранения рассказал сельчанам о последних изменениях в сфере, тем самым ответив на все вопросы. Так стало известно, что скоро в селе наконец появится аптека и ее откроют на базе действующего ФАПа до конца года. А вот что по-настоящему волновало сахалинцев, так это состояние внутрипоселковых дорог. Конкретно наш квадрат частной жилой застройки, когда он у нас будет, ну хотя бы как у многодетных, вот дороги там оканавливания и отсыпали, мы уже не говорим про асфальт. Речь идет об улицах Тополины и Черемуховой, переулках Дружинников, Приветливом. В дождь дороги там подмывает из-за отсутствия систем водоотведения. Чтобы сделать водоотведение, даже открытое, ну то есть те канавы, которые говорит жительница, нужно проектировать в любом случае, изыскание сделать. У нас сейчас есть проблемы, там газ лежит уже, поэтому в любом случае через проект. Поэтому, ну давайте запланируем. Да у меня возражений нет, но сделать кювет это недорого. Нет, это недорого. И давайте скажем откровенно, дорога, которая нет кювета, она же киснет. А цепят дороги в селе и оборудуют канавы на некоторых участках уже летом. Кроме того, на встрече внесли ясности в судьбу крытого спорткомплекса. Говорили о его строительстве. Уже давно подходящую территорию тоже нашли, однако никаких работ на объекте до сих пор нет. Сегодня дети и все желающие посещают дополнительные секции, развернутые на базе 34-й школы. Временно здесь строиться не будет, будем пользоваться школьным и усиливать его будем. А когда появятся деньги, а мы рассчитываем, что когда Южно-Киринское месторождение откроется, у нас выровняется бюджет, это 25-й год. То есть вот тогда появится возможность строить такие объекты, ну в таких вот планировочных районах. В этом году начнут ремонт дороги на переулке Лыжной, а после установят столбы электроэнергии. Кроме того, все село газифицируют до конца 2023 года. Березняки мы обеспечиваем газом за два года. У нас в 2023 году будет строиться очередная очередь. У нас четвертая очередь, там пока мало домовладения. И там мы призываем как раз-таки строиться, чтобы дальше уже и газ подводить. Потому что сейчас, по большому счету, Газпром будет подводить просто в чистое поле газ. После встречи с жителями губернатор отправился осматривать ход работ. Пока по ремонту улицы Зеленой глава региона поручил завершить реконструкцию до 1 сентября. Кристина Ким, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Федеральный план по диспансеризации и профилактическим осмотрам перевыполнен почти вдвое. Итоги программы по укреплению общественного здоровья подвели в правительстве Сахалинской области. Один из показателей – увеличение доли граждан, занимающихся спортом и физкультурой. Сейчас здоровым образом жизни охвачено более 60% сахалинцев. Также готовятся новые проекты. Проект «Здоровый автобус», который в Южно-Сахалинске мы уже начали как пилот готовить. И будем рекомендовать всем мэрам муниципальных образований внедрить этот проект. Это будет автобус, в котором будут развешаны листовки, баннеры, это самоклеющиеся, на которых будет призыв идти на диспансеризацию, как правильно ее пройти, как сегодня правильно вызвать скорую помощь, если инфаркт, инсульт. Набирает обороты и реализация корпоративных программ оздоровления. Сейчас в них участвуют более 60 предприятий области. Это соблюдение режима труда и отдыха, проведение курсов по отказу от курения и алкоголя, создание стимулирующих условий по вовлечению в спорт. Все мероприятия проводят в рамках нацпроекта «Демография». Три тонны свежей сельди бесплатно раздадут жителям Юга Сахалина. Островные рыбодобывающие предприятия делятся уловами с населением. Доставить продукцию до адресатов помогают волонтеры. Мой коллега Владимир Илин проследил путь социальной рыбы от моря до потребителей. Подробности в сюжете. Отгруженную в Корсаковском порту партию свежего улова доставляют в село Озерское. На предприятии продукт помещают в специальный бункер. Оттуда при помощи механической ленты «Дары моря» поступают в цех. Первым делом сельдь попадает в пункт приема. Сразу после этого рыбу просвечивают специальным рентгеном. Вот скажите, для чего нужно это оборудование? Это оборудование нужно для того, чтобы отсортировать самцов от самок. И много за один день вы так отсортировываете? Сложно сказать. Сколько есть, столько и обрабатываем. Зависит от улова? Да. Сегодня улов солидный. 120 тонн «Дары моря» исследуют в собственной биолаборатории. Продукт на столе потребителя должен быть питательным и безопасным. Мощности предприятия хватит, чтобы переработать такое количество сельди за одни сутки. В цеху трудятся две смены по 30 человек. Благодаря автоматизации большинства процессов ручной труд здесь сведен к минимуму. Эту партию расфасуют и заморозят. Товар поступит в островные магазины. Помимо сельди, на линиях выпускают широкий ассортимент и другой морепродукции. Все зависит от сезона. Лососевая рыба – это виды лососевых рыб. Горбуша, кита. И производим, выпускаем консервы. Натуральные, там в томате, либо с добавлением масла, либо из морской капусты. Морскую капусту мы тоже ее сами здесь добываем, шинкуем, замораживаем. В этом сезоне на предприятии планируют увеличить объем выпускаемых консервов и заморозки. Еще пару удачных выходов в море и будет превзойден прошлогодний результат. Промысел введем, получается, только второй год. Прошлый год попробовали одним пароходом, добыли порядка 650 тонн. В этом году два парохода пригнали. Ну, как бы погода пока не дает в апреле. Очень часто шторма из-за этого, поэтому, ну, на сегодняшний день вылов получается где-то 450 тонн. Часть улова предприятия бесплатно отдаст в муниципалитеты. Волонтеры доставят продукцию малоимущим семьям и пожилым сахалинцам. Когда идут хорошие уловы, мы делимся своей рыбой. С инициативой выступило наше местное агентство по рыболовству. Ну и на сегодняшний день мы готовы выдать три тонны рыбы по районам для того, чтобы ее раздать бесплатно тем, которые особенно сегодня в ней нуждаются. И я надеюсь, что эта акция не одноразовая. С хорошими уловами мы будем продолжать такую акцию. И будем, конечно, участвовать и в социальных программах по продаже по социальным ценам. Благодаря крупным объемам переработки сезонную рыбу в островных магазинах можно приобрести круглогодично. Средняя стоимость свежемороженной сельди на Сахалине – 50 рублей за килограмм. Владимир Ильин, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области поделилась планами на предстоящую путину. В этом году ожидают большой подход лососевых. Рыбаки намерены освоить около 120 тысяч тонн красной рыбы. Основную массу составит горбуша – 80 тысяч тонн. В сравнении с прошлым годом цифры значительные. Всего мы освоили практически под 40 тысяч тонн, если говорить вместе с курилами. Но были проблемы с организацией самого промысла, с мерами регулирования. И вообще путина предыдущего года была такая, очень несвойственная для ряда предыдущих лет. Она требовала принятия оперативных решений. Поэтому именно мы каждый день практически собирались и вырабатывали меры регулирования. Если прогноз науки удастся освоить, эта путина может стать самой масштабной за несколько минувших лет. Также рыбаки обсудили вступившую в силу новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы и проект изменений федерального закона о порядке распределения допустимых уловов. Поправки предусматривают проведение второго этапа программы инвестиционных квот вылова в Дальневосточном бассейне. В Южно-Сахалинске волонтеры Победы начали раздавать георгиевские ленты. Молодые люди вышли на улицы города, чтобы поучаствовать во всероссийской акции. Инициатором проведения выступило Агентство по делам молодежи Сахалинской области. Добровольцы рассказывают историю войны и разъясняют, как носить символ Победы. Георгиевскую ленту необходимо носить на себе возле сердца. Запрещено этикой носить ее на сумке, на ноге, на руках, на машине нельзя, потому что это неуважение к символу. Я считаю, что нельзя дать забыть молодому поколению о том, какой ценой досталась эта победа. И наследниками чего как раз мы являемся, и что мы не должны забыть, и о ком мы должны помнить. Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях области. Всего в районах раздадут более 20 тысяч ленточек. Акция продлится до 9 мая. Сахалинские поисковики обнаружили останки советского бойца в окрестностях Холмска. Совместно с сотрудниками Следственного комитета активисты движения провели эксгумацию. Именно их вещей не найдено, но есть надежда, что его личность установят по ДНК. Подробности у Евгения Конькова. В конце прошлого года на сопках, прилегающих к Холмску, активисты поискового движения России нашли место боя, где находилось большое количество стрелянных дильз как Красной Армии, так и Японской. Сразу провести тщательную проверку места не удалось, так как уже выпал снег, и работы перенесли на весну будущего года. В минувшие выходные поисковики во главе с холмским активистом Иваном Сторожевым наткнулись на фрагментированные останки троих японских военнослужащих. В одном из окопов обнаружили японские лопатки, под которыми были найдены останки солдата. Поисковики решили более тщательно осмотреть это место и провести эксгумацию солдата, который находился в окопе. При эксгумации обнаружили стальной шлем США 36, образца 36 года, и форменные пуговицы со звездой. То есть было понятно, что это наш боец, что это временное захоронение нашего солдата. Предположительно пока, что солдат был похоронен сразу же после боя, либо время боя, не очень глубоко, там глубина буквально была со временем 15. В архивных документах сказано, что во время Южно-Сахалинской наступательной операции при штурме Маоки и окрестностей непохороненными и пропавшими без вести являлись трое военнослужащих, принимавшие участие в боях на территории нынешнего Холмского района. Обнаруженные останки переданы Следственному комитету для проведения всех необходимых экспертиз. Пока у нас остался безымянный, мы нашли единственный фрагмент портупеи, небольшой ремешок и самодельный нож. Приезжал в районе Карман-Галифе. Есть у нас предположение, что это может быть лейтенант Гизатуллин. Сейчас мы занимаемся, он пропал без вести 22 августа 1945 года при штурме города Маока и Холмского перевала. Точного места его пропажи нет. Сейчас островные поисковики уже готовы к предстоящим работам в новом сезоне. В мае откроется вахта памяти, в которой они принимают непосредственное участие. В конце следующего месяца и в начале июня в Смирныховском районе снова пройдет слет поисковиков под названием «Дальневосточный фронт». Десятки активистов со всей страны будут работать на 50-й параллели, где в августе 1945 года бойцы Красной Армии перешли границу, чтобы освободить южную часть Сахалина. Евгений Коньков, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ. На улице Северокурильска вышел эко-патруль. Четвероклассники стали участниками всероссийской акции «Эко-дежурный по стране», которую запустило российское движение школьников. Готовились к выходу в свет ребята под руководством педагога. Заучили слоганы и подготовили запас буклетов на экологическую тематику. Они заявили желание, так как эта акция у нас добровольная, кто хочет, тот и принимает участие с учителем. Листовочки мы совместно разработали с ребятами, также плакаты ребята нарисовали. И поэтому мы решили рассказать людям о том, как важно сохранить экологическую обстановку в нашей стране. Помимо раздачи буклетов, участники акции провели беседы как со сверстниками, так и со взрослыми местными жителями. Школьники объясняли, насколько важно правильно утилизировать мусор и в целом бережнее относиться к природе. Подобные рейды обещают в будущем повторить. В этом году детские лагеря возвращаются к прежнему режиму работы. Детский отдых будет организован так же, как и до пандемии. Более подробно об этом мы поговорили с министром образования Сахалинской области Анастасией Киктевой. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Анастасия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Лето не за горами и многие уже начинают планировать свой отдых. Как будет в этом году организованная летняя кампания для детей? Я, наверное, начну с приятной радостной новости о том, что в этом году внесены изменения в санитарные правила на федеральном уровне, главным федеральным эпид-врачом Анной Поповой. И мы вернулись к доковидным условиям. Мощность всех загородных лагерей возвращена в 100% нагрузки. Поэтому мы будем иметь возможность увеличить количество путевок в загородные здоровительные лагеря по сравнению с двумя предыдущими годами. Мы планируем, чтобы всеми формами занятости, летнего отдыха, трудоустройства будет охвачено не менее 95% школьников, которые нуждаются в таких формах занятости, отдыха, оздоровления. А для этого мы открываем не только летние площадки, потому что понимаем, что они больше ориентированы на младших школьников, но и различные профильные лагеря и смены. Мы закупаем путевки в загородные здоровительные лагеря наградные в Подмосковье, в центральную полосу России. А также мы планируем направить в детские оздоровительные центры порядка 600 человек. С начала календарного года 142 ребенка уже такие центры посетили. И буквально в мае месяце наши орлята России поедут в такую смену орленок из села Леонидово Паранайского района. Считаем, что те различные формы, которые мы готовим в летнюю кампанию, будут крайне востребованы. Мы провели совещание с Роспотребнадзором, с Министерством здравоохранения. В этом году нам дали разрешение на организацию палаточных лагерей, которые мы планируем открыть в Южно-Сахалинске, в Южно-Курильском районе. Поэтому такая форма отдыха, она востребована для спортивных лагерей, для туристических лагерей, также в этом году состоится. То есть для детей будут организованы летние площадки при школах, плюс палаточные лагеря и стационарные лагеря, оздоровительные центры. Да, а также будет организован выезд за пределы области. А в области какие стационарные лагеря будут работать? В этом году будут работать лагеря, которые под ведомством Министерства образования, лесное озеро, будет работать юбилейный, а также будет работать учебно-тренировочный Центр Восток в режиме лагеря, который под ведомством Министерства спорта, а также будет работать лагерь Чайка, который под ведомством Министерства социальной защиты. А каким семьям положена компенсация за отдых детей в детских оздоровительных центрах? Всем семьям положена компенсация, поэтому за самостоятельно приобретенные путевки, если лагерь находится в реестре, после окончания смены необходимо предоставить документы и будет обеспечен возврат. А документы куда надо предоставлять и в каком порядке? То есть можно электронно по интернету или приходить надо? Это порядок возврата, который разработан и реализуется Министерством социальной защиты по месту жительства Центра социального обслуживания. В связи с нынешней ситуацией не планируется ли повышение цен на путевки в детский лагерь? Самостоятельно учреждения устанавливают стоимость путевок и в феврале этого месяца уже такие стоимости были утверждены. В среднем на 4 тысячи было повышение по путевкам, больше повышения не планируется. Это было сделано в связи с ситуацией, которая сложилась на февраль месяц и никак не связано с текущей ситуацией. Давайте теперь поговорим о дошкольных учреждениях. Какова на сегодняшний день ситуация с детским питанием в садах? Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, некоторое время назад возникали вопросы у родителей, у общественности. На сегодняшний момент по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Игоревича Лимаренко, по его жесткой, четкой позиции, происходить повышение родительской платы не будет. И обеспечено датирование муниципалитетов на обеспечение питания дошкольников в детских садах. Поэтому муниципалитеты сейчас имеют и нормативную базу, и все механизмы для того, чтобы пересмотреть стоимость даже действующих контрактов, для того, чтобы обеспечить полноценное питание в детских садах. То есть, другими словами, волноваться родителям о том, что плата за посещение детского сада увеличена, не будет? Да, волноваться не стоит. Плату мы не планируем повышать. Анастасия Николаевна, спасибо, что пришли к нам в гости. Желаем вам успехов в работе. Спасибо. До новых встреч. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Вот это секретарша, да. А почему? Потому что рот на замке. Предмет, как произведение искусства. Островные художники пробуют себя в необычных жанрах. Бодрости хватает, заряда хватает. Спортивное долголетие в Южно-Сахалинске продолжается муниципальный этап Спартакеады пенсионеров России. Мы заботимся о вас. И сохранили бонусную систему. Получите бонусную карту бесплатно. Копите баллы за покупки и оплачивайте до 50% стоимости. Один балл равен одному рублю. А еще 10, 20 и 30 числа каждого месяца действует повышенный бонус. 25% от покупки и вернется бонусами на карту. Любимые. Выгода рядом с домом. Зооцентр «Пушистый друг» спешит сообщить, что мы подключились к программе «Спасибо от Сбербанка». Теперь вы можете получать бонусы «Спасибо» с каждой покупки и оплачивать ими до 30% от стоимости товара. Зооцентр «Пушистый друг». У МВД России по Сахалинской области напоминает. Телефонное и интернет-мошенничество набирают обороты. Не совершайте операции по карте по просьбе незнакомых лиц. Не сообщайте номер своей банковской карты и пароли. Не соглашайтесь на предоплату при покупке и продаже товара через интернет-объявление. Чтобы не стать жертвой злоумышленников, соблюдайте правила безопасного поведения и доведите информацию до близких, в особенности пожилых родственников. Вождение в нетрезвом виде – это опасность для всех участников дорожного движения. Прокуратура разъясняет. За управление автомобилем или иным механическим транспортным средством в состоянии опьянения установлена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае наличия судимости за нарушение правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, повлекшее такие последствия, как причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть, до трех лет лишения свободы. Прежде чем сесть на руль в нетрезвом виде, подумай о последствиях. Благодатный огонь доставили на Сахалин. Его привезли вечерним рейсом авиакомпании «Аврора» из Хабаровска. Представитель Южно-Сахалинской Курильской епархии Иерия Александр Брагин вручил сосуд со святыней владыке Никанору. Благодатный огонь каждый год накануне Пасхи в Великую Субботу сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме, после чего его частицы развозят по всему миру, в том числе и по российским городам. На том месте, где был погребен Господь, где Господь воскрес, уже многие века сходит благодатный огонь. И мы уже видим последние годы, как его доставляют в Москву, святейший патриарх принимает его в храме Христа Спасителя, и уже затем благодатный огонь развозится по всем уголкам нашей Родины. После встречи в аэропорту архиепископ Никанор доставил святыню в Кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске. В соборе благодатный огонь встретили православные верующие и духовенство островной епархии. Затем отцы-настоятели отвезут частицу огня в большинство храмов островного региона. Церемония вручения государственных наград прошла в областном правительстве. За организацию работы по борьбе с коронавирусом орденами Пирогова и медалями Луки Крымского награждены сотрудники здравоохранения и Роспотребнадзора. Почетные грамоты получили представители регионального центра оценки качества образования. Благодарность президента за проведение общественно значимых мероприятий досталась руководителю сахалинских поисковиков Артему Бондуре. А вот за мужество и героизм, проявленные при оказании помощи пострадавшему, награждены школьники из Углегорска – Анатолий Вдовенко и Михаил Коренев. Спас человека. Времени не было думать, надо было спасать. Не готовят ничего, то есть даже какой-то физической подготовки, то бишь к таким ситуациям, чтобы спасти человека, нету. Ну а так, да, я всегда готов помочь в трудном моменте. Всего значимые награды получили 16 островецян, в их числе общественники, работники учреждений здравоохранения и образования, сотрудники федеральных структур. Три в одном. Выставка сахалинских художников в бизнес-центре «Сфера» объединила сразу несколько небольших экспозиций. Здесь представлены объемные и абстрактные коллажи, лоскутные панно, а также коллекция одежды, созданная по мотивам коренных этносов. Примерил костюм и наш корреспондент Данил Пангстианов. Жаль, что в нашей телекомпании не принят подобный дресс-код. Это не просто красиво. Орнаменты, которые изображены на этом халате, старинные, айнские, они отгоняют злых духов, что тоже не помешает в работе. Этот халат полностью сделан вручную. Единственное отличие от настоящего – он сшит из ткани. А когда-то такую одежду делали из волокон, конопли и крапивы. Ну, эта вся работа повторила халат из Краевического музея. Над этим и другими представленными на выставке костюмами пять месяцев трудилось 16 человек из килл-студии «Лоскутный остров». Авторы коллекции «Связь традиций времен» вдохновлялись орнаментами коренных народов. Одни гордятся своими детьми, которые успешны, кто-то гордится своей карьерой, а мы гордимся тем, что мы воплощаем красоту. Еще одно направление объединения – «Лоскутное шитье». Руководитель называет это высоким искусством, и с этим трудно не согласиться. Говорят, красота спасет мир. По крайней мере, от мусора, считают художники этой выставки. Они научились из отходов создавать произведения искусства. В дело идет все – от старого лазерного диска до консервной банки. Главное – уметь во всем видеть прекрасное. Вот, например, вот это у одного молодого человека, он говорит – это секретарша. Вот это секретарша, да. А почему? Потому что рот на замке. Мария говорит, каждая работа – это открытие не только для зрителя, но и для самого автора. Именно поэтому они не подписывают свои произведения. Чтобы посетитель мог составить независимое мнение, результат бывает самым неожиданным. В абстрактных работах каждый увидит свое, но они однозначно вызывают интерес. Ну, оригинально и привлекательно. Для меня самое главное во всем этом, что это показатель того, что вокруг нас есть увлеченные люди, которые занимаются подобными делами, и это доставляет им удовольствие. Это украшает нашу жизнь так держать. Выставки в бизнес-центре «Сфера» проходят регулярно. Это создает хорошее настроение сотрудникам, а также всем желающим. Вход свободный. Вот за эти 17 лет у нас не было такого момента, когда здесь не была бы представлена какая-то выставка. Все это сделано для того, чтобы люди, находящиеся в этом бизнес-центре, чтобы они могли увидеть что-то интересное. И просто я всем говорю, что искусство идет к своему зрителю. Организаторы приглашают жителей и гостей города полюбоваться работами. Экспозиция будет действовать полтора месяца. Даниил Пангстенов, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. В Южно-Скалинске продолжается городской этап спартакиады пенсионеров России «Спортивное долголетие». Путевки на соревнования областного ранга себе добывают почти полсотни претендентов, как мужчин, так и женщин. Позади дартс, пулевая стрельба и шахматы. В каких еще видах спорта себя проявляют умудренные опытом, расскажет наш корреспондент Игорь Антипов. С огромным рвением играют немолодые, но очень боевые пенсионеры. А здесь и общение, азарт, движение. Прям молодеют на глазах. Такую возможность им дает настольный теннис. Ракетками все взмахнули на базе муниципального автономного учреждения «Спортивный город», который стал для пенсионеров главной пристанью. Никто никого не заставляет. Это самое главное. К нам приходят по желанию, по любви, по невостребованности в свое время. Дети, работа, мужья, жены и так далее. Сейчас, когда это все ушло на второй план, люди, конечно, совершенно по-другому к этому относятся. Он трижды выступал на финалах «Спорт-Океады пенсионеров России», поэтому сразу показывает уровень. Дедуля достаточно техничный, с отличной энергетикой. Бодрые атаки на теннисном столе выдает Геннадий Ким. Его ракетка словно лезвие кинжала, никому не дает пощады. Поэтому среди мужчин он оказался первым. Оставил позади Алексея Рябцева и Сергея Коновалова. В настольном теннисе вы сильны. А еще в каких видах спорта ого-го? Ну, раньше бегал, но сейчас уже все, только настольный теннис. Ну и бассейн хожу любительски для себя. Прекрасным воительницам предстоит себя показать в пинг-понге 29 апреля. А в эту среду «Спорт-Океада» продолжилась плаванием в городском бассейне. Перед началом всем замеряют давление. Оно почти как у космонавтов. Стиль вольный. Дистанция 50 метров. Среди женщин золото добыла Елена Караваева. Дистанцию бывшая конькобежка завершает за минуту 3,68 секунды. Ближе к концовке выкладывается на спине. Считает, что так легче. В призерах оказываются Лариса Бахина и Галина Капрова. Я смотрю, какие у них возможности, в каком они возрасте. И есть 80 лет. И шахматы, и плавание. И они победители. Поэтому я считаю, что это очень нужно. Среди мужчин 50-метровку за 38,56 секунды проплывает Сергей Туренко. За чемпионом следующие ступени пьедестала заняли Алексей Малашич и Владимир Забелин. В начале мая всех ждет легкоатлетический кросс на стадионе «Спартак». По итогам шести этапов и будет сформирована сильнейшая сборная, которая представит Южно-Схалинск на региональном уровне с 18 по 20 мая. Там разыграют путевку на российский финал, который пройдет в конце августа. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ. Я напоминаю, что эти и другие новости вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале ОТВ «Сахалин», а также на сайте информационного агентства «Сах.онлайн» и в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. Светлана – очень влиятельный человек. Сказала, парк в центре города? Есть парк в центре города. А это Сергей Витальевич. Мужчина влиятельный, скажу я вам. Захотел новую площадь с фонтанами? Получил. А про Марию Иванову все мамы на детской площадке говорят. Детская площадка, кстати. Моих рук дело. Повлиять на то, как благоустроить свой город, может каждый. Выбирайте проект и голосуйте за его реализацию на сайте загородсреда.ру Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok